Приветствую всех! Интересную модель токарно-винторезного станка под названием Rollo Elf создали на инструментальном заводе Barmore Wiesdele, Шотландия, предположительно в 1950-х годах. Впервые рекламированная в 1949 году в станке была использована необычная, можно сказать, гениальная система привода. Шесть скоростей вращения шпинделя образовались с помощью трехскоростной цепной ступичной шестерни, приводимой в движение двуступенчатым шкивом непосредственно от двигателя со скоростью вращения 960 оборотов в минуту с помощью 8-мм роликовой цепи. Для регулировки цепи втулка располагалась на паре удлинителей в задней части бабки, имитирующих велосипедную раму. А шпиндель бабки вращался в паре простых самосмазывающихся втулок оэлита с раздельной регулировкой. Как и на велосипеде, скорости можно было переключать без остановки и под нагрузкой. Рычаг управления был установлен на передней поверхности бабки. Также оригинально была придумана массивная станина, направляющая круглого сечения из низкоуглеродистой стали, обработанная с прецедионной шлифовкой. Вдоль задней части станины располагался довольно крупный 90-градусный паз, который в сочетании с жесткими блоками-упорами квадратного сечения служил для фиксации каретки и задней бабки. Стол каретки был оснащен Т-образными пазами и нес один поворотный ползун с ходом 2,5 дюйма, лишенный микрометрического циферблата, и с винтами регулировки упора, выступающими не через боковую поверхность, как обычно, а через верхнюю. В стандартную комплектацию входило четырехсторонний резцедержатель. Задняя бабка могла быть настроена для точения конусов, а ее двухдюймовая пиноль оснащалась конусом Морзе-1. Для осуществления резьбонарезания присутствовал ведущий винт, который проходил через цельную гайку, изготовленную из оружейного металла. Отсоединение осуществлялось простой собачьей муфтой, установленной на ножки станины бабки и управляемой рычагом, увенчанным литым круглым колесом для захвата пальцами из красного пластика. Сменные колеса были изготовлены надлежащим образом, они были вырезаны из стальных заготовок и установлены на алюминиевом кронштейне в виде вилки. Такое расположение является значительным улучшением по сравнению с однощелевым типом, обычно встречающимся на небольших, более дешевых токарных станках, и позволяет установить надлежащую составную передачу для точной подачи каретки. Продольное перемещение в ручном режиме осуществлялось при помощи маховика на правом конце приводного винта. В комплект поставки 70-фунтового эльф в новом виде входило немногое, только 5-дюймовая торцевая головка, набор сменных колес, пара центров, морзе и необходимые гаечные ключи. Однако похоже, что Роло также предлагал токарный станок, оснащенный довольно необычной подставкой под привод, в верхней части которой находился электродвигатель, чей вал с двухступенчатым шкивом выступал через левый торец. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ